Здравствуй, друзья. Молодежь, у которой украли будущее, поздравляет того самого, кто у нее это будущее украл. Сегодня свой день рождения празднует президент нашей страны Владимир Путин. Убийца, которого разыскивает Международный уголовный суд, так и дожил до 71 годика. Во всем цивилизованном мире сегодня траур, а в России за 600 рублей делают вид, что сегодня праздник. Россия сегодня это страна достижений, достижений в науке, медицине, образовании, во внутренней и внешней политике. Россия мировой изгой в экономике, торговле и спорте. Россия единственная страна в мире, которая запустила спутник не на Луну, а в Луну. Крымский мост, самый недолговечный мост в мире. Короче, какой президент, такие достижения. Та страна, которую мы видим сейчас, это заслуга нашего президента. Та страна, которую ты видишь сейчас, это и есть заслуга твоего президента. Владимир Владимирович, тот человек, благодаря которому исторически российские территории полуострова Крыма вернулись в родную гавань. Владимир Владимирович, это тот человек, благодаря которому пенсионеры вернулись на улицы продавать то, что у них есть, чтобы выжить. Человек, который защитил миллионы наших людей на Донбассе и в Новороссии. Миллионы людей защитил. От своих родных квартир и домов. От чистой воды в кране, отопления и электричества. Сегодня Россия вместе с президентом строит новый миропорядок. Ломает хребет гегемонии, лицемерию и двойным стандартам. Мироустройству, в котором у большинства не было голоса и права на достойную жизнь. Права на достойную жизнь, как не было, так и нет. Путинская стабильность. Наш президент, это тот лидер, который нужен России. Настоящий глава государства, который защищает интересы народа. Настоящий президент, который защищает 0,3% народа. Олигархов, ментов и чиновников. Лидер, за которым идут миллионы. Лидер, за которым за 600 рублей идут миллионы. Владимир Владимирович, с днем рождения. От всего сердца поздравляем вас, желаем здоровья и, конечно же, новых свершений. А вот так поздравляют настоящие россияне, не купленные. Здравствуйте, у Владимира Владимировича скоро день рождения. Вы хотели бы его поздравить и чего-нибудь пожелать? У Путина скоро день рождения. Поздравить его хотели бы? Нет, не хотим. И у Путина день рождения скоро. Хотели бы ему чего-нибудь пожелать? Здравствуйте, у Путина день рождения скоро. Вы его хотели бы поздравить? У Владимира Владимировича скоро день рождения. Вы хотели бы его поздравить и чего-нибудь пожелать? Нет. У Владимира Владимировича скоро день рождения. Поздравить хотите? Нет. Почему? А почему? Украины нет. Как же наш президент? Сказать спасибо ему за что-то. Здравствуйте, у Путина скоро день рождения. Хотите что-то ему пожелать? Администрация Краснодарского края. Ко дню рождения Путина замазала цементом дырку в фундаменте. Бойца СВО. К следующему дню рождения пообещали, если герой доживет, придут траву покосят. В Красноярском крае люди берут в долг, чтобы купить дрова. Проблема с дровами стоит остро, острее даже, может быть, чем пища. На первом месте дрова, а потом, сколько денег останется, идем в магазин. Если не хватает, идем в долг берем. Получаю пересницу 14 тысяч, дрова 20 тысяч купить с нарпы. Помощи никакой нету, ни компенсации, ничего. Как, скажите, жить? Как, скажите, жить? Объясню. Отправляйте сына на войну, а взамен получайте 6 кубометров дров. Схема во многих регионах России уже отработана. За такое количество дров люди отдали около 45 тысяч рублей. Это при том, что дрова у нас в Красноярском крае не находятся в дефиците. А вокруг Большого Унгута находится лес. Кругом куда ни посмотри лес, а дрова стоят 45 тысяч рублей. Почему дрова стоят так дорого, а, папа? Не знаю, сынок, политикой не интересуюсь. Доллар не скажете, 101 уже. Меньше. Будет меньше? Кому надо меньше? Потребители, потому что импорт же дрожает. Да, я вам рассказываю себе. Господство, кому больше, кому меньше. Нам главное, чтобы стабильность, так сказать. Нам главное, стабильно усидеть в теплом кресле и предсказуемо воровать. А вы выживайте, как сможете. Якутия. Регион, где добывают алмазы. Люди ходят в туалет на ведро. В самом богатом регионе России, где алмазы копают золото, в таких условиях живут люди. Ребята. В туалет. Маленькие, большие. Так же они живут до сих пор. Повелеты их неуют. Ведрами ходят. Даже дети, вот смотрите. Дети, вот. А по телевизору только и разговоры про загнивающий запад. Кировская область. Деревня Дубровка. На фотографии изображена причина специальной военной операции. Российские учителя на оккупированных территориях приучают украинцев любить русский мир. Люблю что? Россию. Россию. Правильно. Учитель сегодня это человек, который прежде всего поведет за собой детей. Русский учитель сегодня это прежде всего человек, который будет сидеть на скаме подсудимых рядом с военными преступниками и пропагандистами. А фотография и подпись Арина Самедова подсказывают, что не придется даже никого особо искать. Направит их, поможет. Особенно если это касается учеников начальной школы. Я вижу, что здесь есть большие проблемы, так как они были в свое время не нужны нацистской власти. Но теперь здесь Россия. Люблю что? Россию. Россию. Россию люби. Ты почему недостаточно любишь Россию? А? Нам обратились учителя и сказали, что нехватка кадров большая. Плюс очень разница прошлое образование и российское образование. И мы сюда вошли, чтобы показать в первую очередь преподавателям, что такое российская дисциплина. Российский учитель рассказывает об образовании и дисциплине. В то время, как его сын дома на родине учит китайский язык, а его жену в его же спальне, на его же кровати, скорее всего, приезжий мигрант. Дикарей и сектора газа сегодня в 7 утра напали на Израиль. Дикарям не надо, чтобы сектор газа жил хорошо. Дикарям надо, чтобы израильтяне жили плохо. Никого не напоминает. Израильскому народу скорейшей победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok